Это Арнес Слот. С нового сезона он тренирует Ливерпуль, хотя прежде всю карьеру провел в родных Нидерландах. Слот ставит агрессивный, атакующий футбол, хорошо работает с молодежью, уделяет огромное внимание психологии и много улыбается. Пока его главный недостаток он не Юрген Клоп. Быть сменщиком тренера, который проработал в клубе 9 лет, очень непросто. Еще сложнее перенять команду у того, кто вновь вывел ее на орбиту побед и титулов. Ливерпуль Клопа такой же футбольный бренд, как и Мью Сера Алекса, Реала Зидана или Барселона Гвардиол. Проносишь это словосочетание и тут же в голове всплывают знакомые образы. Золото английской премьер-лиги, победа в лиге чемпионов, связка с Аллах Мане Фермино. Если вы поклонник команды или просто нейтральный зритель, у вас сразу становится тепло на душе. Так давайте снова пробежимся по тем удивительным 9 сезонам красного клуба под руководством немецкого тренера. Всем привет, вы на канале Истории Футбола и это очередное ностальгическое видео. Вспоминаем, как клуб сделал Ливерпуль снова великим. Рой Ходжсон, Кенни Далглиш, Брэндон Роджерс. Годы, когда они работали в Ливерпуле, болельщики клуба хотят забыть, как страшный сон. Это совсем не значит, что они плохие спецы. Например, Ходжсон вывел Фулхэм в финал Лиги Европы 2010 года. Собственно, так он обратил на себя руководство Ливерпуля и заслужил повышение. Шансом Рой не воспользовался, отработал полгода и был совершенно справедливо уволен. В январе 2011 в команду позвали шотландца Кенни Далглиша. Это как если бы сегодня Спартак возглавил Олег Романцев. Заслуженный в прошлом тренер, который очень давно нигде не работал. Далглиш трижды выигрывал с Ливерпулем чемпионат Англии еще в 1980-х. Брал сенсационный титул с Блэкберном в 1996-м. И с начала нулевых не занимал серьезных постов. После возвращения он ненадолго выправил дела в Ливерпуле и выиграл с ним Кубок Лиги 2012. Боссам клуба показалось, что один трофей за полтора года это не серьезно. И шотландца заменил северный ирландец Брэндон Роджерс. Его тогда представлять особенно не надо было. При нем Суонси в 2011-м вышел в английскую премьер-лигу, где уверенно закрепился. Не худший вариант подумали в Ливерпуле и летом 2012-го пригласили возглавить команду. Роджерс тут же выдал худший старт сезона в истории клуба и тоже был на волоске от увольнения. Итоговое седьмое место, а я напомню, что за восьмое плюс Кубок годом ранее Далглиша отправили на пенсию, стало отличным маркером продолжающего кризиса. Команда с Луисом Суаресом, Филиппо Каутиньо, Джорданом, Хендерсоном, Стивеном, Джерардом, Рахимом Стерлингом так играть не должна. Это понимал и Роджерс, который раскрепостил нападение, привнес несколько свежих тактических идей и зарядил футболистов энергией. Выдающийся сезон 13-14 мог и должен был закончиться победой в чемпионате Англии, если бы не поражение на Этихаде в боксинг-дэй. И не чудовищные ошибки в обороне. 50 пропущенных на 6 меньше, чем у Вестброма, который чуть не свалился в чемпионшип. А так серебро, оставляющее надежду, что дальше будет лучше. Но стало хуже. В сезоне 14-15 былой запал угас. Команда Роджерса стала 6-й в АПЛ, пропустила вперед Базель в группе Лиги Чемпионов и вылетела от Бешикташ в 1-16 финала Лиги Европы. Терпение боссов лопнуло осенью 15-го. Перед стартом нового сезона Роджерс потратил на трансферы целых 120 миллионов евро, а годом ранее еще 150. Главные покупки Роберто Фермино и Кристиан Бентеки каждый обошелся в более чем 40 миллионов евро. Бельгийц в конечном счете не задержался, хотя поначалу приносил пользу. Уже в дебютном матче он обеспечил победу над Бормутом. Но дальше началась полоса неудач. Безголевая ничья с Арсеналом, поражение от Вестхэма и Эмью и 1-1 с Норвичем. Ливерпуль много пропускал. Пытался компенсировать проблемы в бароне раздящими атаками. И иногда это получалось как в октябрьском матче против Астонвилла. В тот вечер болельщики увидели 4 мяча за 12 минут второго тайма. Два из них влетели в ворота Симона Миньеле. Через неделю Ливерпуль не удержал победный счет с Эвертоном. После городского дерби Роджерса уволили. Нового тренера представили 9 октября. К тому моменту Юрген Клопп несколько месяцев кайфовал без футбола. Отдыхал после Боруссии. Два чемпионства с Дортмундом, финал Лиги Чемпионов. С таким резюме тренеры не приходили на собеседование в Ливерпуль. Давно. Со времен Рафаэля Бенитеса. Есть у них что-то общее. Рафа в начале нулевых выиграл дважды Ла Лигу с Валенсией. И пошумел с ней в Европе. Взял в 2004 кубок УЕФА. Тогда расчет сработал. При нем Ливерпуль на короткое время вновь превратился в топ-клуб континентального масштаба. Правда, за победой в Лиге Чемпионов 2005 ничего существеннее Кубка Англии не последовало. И вот теперь Клоп. Тот сразу очаровал улыбкой и выдал пару афоризмов на пресс-конференции. Пока Мауриньо в Челсе называл себя особенным special one. Юрген назвал себя нормальный, normal one. Я нормальный парень, говорил Клоп. Родом из Шварцвальда. Моя мама, наверное, сидит сейчас дома и смотрит эту пресс-конференцию. Она не говорит по-английски и не понимает ни слова из того, что я говорю. Но она мной гордится. Клоп сразу сократил дистанцию между собой и болельщиками. Но еще важнее, он нашел подход, чтобы достучаться до игроков. Например, ранние утренние тренировки он перенес на более позднее время. На Рождество разрешил футболистам гулять всю ночь. На выездные матчи Лиги Европы брать с собой жен. С футболами результатами поначалу было туго. Сезон в разгаре, до зимней паузы далеко. А команда играет не только в чемпионате, но и в Лиге Европы. В первых двух матчах при новом тренере Ливерпуль снова согонял ничьи. С Тоттенхэмом, Рубином и Саутгэмптеном. График был очень плотный, однако команда наконец-то нащупала игру. 28 октября прошли в Кубке Лиги Борнман. Через три дня встреча с Челси на Стэнфорд-Бридж. Она выдалась тяжелой. Гости пропустили уже на четвертой минуте. Но дубль Каутиньо и гол Пентайки не только спасли Ливерпуль от поражения, но и обеспечили команде первую победу в АПЛ при новом тренере. Затем последовал выезд в Казань. И первый успех в Лиге Европы. И все же чудо не случилось. За начальными успехами последовали неудачи. Ливерпуль плелся в середине таблицы, то взрываясь громкими победами, вроде 6-0 над Астонвиллой или 3-0 над Манчестер Сити, то проигрывая Водфорду 0-3, Манчестер Инайтед 0-1, Саутгэмптену 2-3. И с позитивного удачная встреча с Лестером на боксинг-дэй. Вы же помните, что именно Лестер в том сезоне выиграл английскую премьер-лигу. Правда, в феврале команда Раниери взяла реванш. 2-0. Неровная игра в чемпионате комментировалась успехами в других турнирах. В Кубке Лиги Ливерпуль дошел до финала, где проиграл Сити по пенальти. Совсем не стыдный результат. В Лиге Европы английский клуб стал первым в группе. Не без труда прошел Аугсбург, справился с МЮ, а еще пересекся с Боруссией в четвертьфинале. В ответном матче соперники выдали триллер с Симью забитыми мячами и победным у Лоурена на 91-й минуте. В полуфинале попался Вилья Реал, но с ним Ливерпуль справился. А дальше финал в Базеле с самым неподходящим соперником из всех, что могут попасться в Лиге Европы. Сивиля пропустила в первом тайме, но после перерыва включилась и забила три. Ливерпуль в том сезоне не выиграл ни одного титула. Но если дали время Роджерсу, то почему бы его не дать и клуб? Юрген стал строить обновленную команду. На фоне закупок предшественника, трансферы получились более точечными. Главное приобретение в атаку Садио Мане. За него Саут Гэмптон получил 42 миллиона евро. В центре поля обосновался Вейналдум. К тому моменту полузащитник зарекомендовал себя в Нью-Касселе. Еще клуб взял вратарей Лориса Кариуса из его родного Майнца и возрастного Алекса Маннингера из Аугсбурга. Просто на всякий случай. Второй сезон клуба в Ливерпуле прошел как на качелях. В первом же туре команда дожала Арсенал 4-3. Вскоре пал действующий чемпион Лестер 4-1. 5 мячей влетели в ворота Хала, 6 в ворота Водфорда, 4 досталось Стоку. И все это еще до Рождества. Осенью казалось, что Ливерпуль вновь будет бороться за чемпионство. После 11-го тура клуб и компания возглавили таблицу, но толком на вершине не задержались. Ливерпуль слишком часто проигрывал аутсайдерам и середнякам. Бернли, Борн, Муцуонси, Кристал Пэлос, Халл Сити. С шестью поражениями чемпионами не встановятся. Даже за тройку закрепиться было бы трудно. Бронсу Ливерпуль упустил по сути за два тура до конца, когда сгонял безголевую ничью с Саут Гэмптоном. Конечно, сказывались травмы. Временами команде не хватало Джордана Хендерсона, Адама Ламы, Филиппа Каутини и Садио Мане. Клуб тоже просил болельщиков умерить аппетит. Еще перед стартом сезона он дал понять, что закупаться шампанским пока не стоит. Если я сегодня скажу, что меня счастливит только первое место, то это будет глупо. Потому что есть много других претендентов, говорил немецкий тренер летом 2016-го. Но мне действительно хочется глянуть назад после завершения сезона и почувствовать удовлетворение. Был бы я благодарен за место в Лиге Чемпионов? Не знаю. Это было бы замечательно, потому что мы уже два года не выступаем в Лиге Чемпионов. Но я не уверен, удовлетворило бы ли это меня. Что ж, как раз задачу по попаданию в главный Еврокубок Клуб в том сезоне решил. Четвертое место вывело Иверпуль в квалификацию Лиги Чемпионов. А под такое дело можно и состав укрепить. В межсезонье 2017-го клуб подписал Мохаммеда Салаха за 42 миллиона евро. За три летних трансферных окна в команду пришли последовательно Фермина, Мане и Салах. Знаменитая трио сходу выдала космическую результативность. 32 у египтянина, 15 у бразильца и 10 у сенегальца. И это только в чемпионате. А всего за сезон у них скопился 91 мяч. Символично, что уже в первом туре каждый из них отличился. Это произошло в матче с Фотфордом, в котором Ливерпуль постигла знакомая беда. Не удержали победный счет на 93-й минуты. 3-3. Наладить игру в обороне был призван Вирджил Ван Дейк. Голландец переехал в Ливерпуль из Саутгемптона за 85 миллионов евро. Инвестицию покрыла продажа Филиппа Каутиню в Барселону за космические 135 миллионов. Так что клуб позволил себе шикануть. Покупка дорогостоящего защитника полностью оправдалась. Нет, в призы команда снова не попала. Слишком часто теряла очки в концовке. Зато тогда же очень бодро шла в плей-офф Лиги Чемпионов. 5-0 спорту, победа в двух матчах над Манчестер Сити, 5-2 с Ромой и финал против Реала. В таких матчах не все пошло, не слава богу, с самого начала. Травма с последующей заменой Салаха, а затем грубейшие ошибки Кариуса. 3-1. Клуб проиграл второй Еврокубковый финал за время работы с Ливерпулем. Летом Юрген учел ошибки. Взял нормального вратаря, Алисона из Ромы, а заодно Кейта Шакири и Фабинио. Пожалуй, лишь Кейта не оправдал ожиданий. В целом же игра команды стала целостней, ошибки в обороне пошли на убыль, а несмотря на величие тройки Салахмана и Фермина, забивать стали и другие игроки. Милнер, Ориги и Ван Дейк. Новый сезон команда провела потрясающе. Если в группе Лиги Чемпионов Ливерпуль еще позволял себе осечки с Наполи, Цервяной Звездой и ПСЖ, то ВПЛ футболисты не щадили никого и впервые проиграли лишь 3 января. Как назло, Манчестер Сити. Клуб Клопа удержался на первой строчке, но эта неудача аукнулась в самой концовке. Тогда Ливерпуль выдал сверхрезультативную победную серию, 9 побед подряд. Но Ман-Сити играл еще лучше. Снова красный выпускает титул. Последняя надежда Лиги Чемпионов. Тот великий розыгрыш давно попал в канон футбольной драматургии. Два удивительных полуфинала, когда все предрекали победу Сити и Барселоны. А в итоге Ливерпуль отыгрался после 0-3 в первом матче в столице Каталонии. Вы прекрасно помните, что творилось на Энфилде. 4-0. Финал проходит Ливерпуль и Тоттенхэм. Этот шанс Клопп упустить уже не мог. 2-0. Салах и Риги забивают по мячу. Трофей едет в Ливерпуль. Это невероятно. Наконец-то. Наконец мы смогли сделать это, торжествовал Юрген. Прикоснуться к трофею гораздо приятнее, чем пройти от него в нескольких дюймов. Я очень, очень рад за всех болельщиков, игроков, владельцев клуба, свою семью. Получился напряженный сезон. Самая красивая концовка, которую я только мог представить. Ливерпуль повторил успех 2005-го. Но фанаты по-прежнему надеялись на золото чемпионата. В последний раз команда брала его еще в 1990-м. То есть до создания АПЛ. Ждать пришлось 30 лет. И даже чуточку дольше. Перед стартом нового сезона Юрген Клопп обошелся без дорогостоящих покупок. А зачем, если эта команда и так лучше в Европе? Кто-то напомнил, что глубины не хватало, чтобы до последнего бороться во всех турнирах. Но вы помните, какой тогда был календарь? Ливерпуле поставили матчи на два дня подряд. 17 декабря против Астанвиллы в Кубке Лиги. А 18 декабря на клубном чемпионате мира. В первом вышла молодежь и проиграла 0-5. Зато в Катаре Клопп взял трофей. В Кубке Англии Ливерпуль добрался до пятого раунда. А в Лиге чемпионов вступил в 1-8 финала в боевике с Атлетико. С голом на 121-й минуте. Так что никто не скажет, что команда специально сливала турниры ради домашнего титула. В чемпионате же дела складывались просто превосходно. 27 матчей, 26 побед, 1 ничья. Блестящая серия. И кто бы мог подумать, что она превратится выездом в Уотфорд. Впрочем, Ливерпуль с самого начала уперся в потолок турнирной таблицы и почти не замечал оппонента. Главный соперник играл результативней, но слишком часто допускал осечки. Монсити уступил Норвичу 2-3. Улверхэмптону 2-3. Саутгэмптону 0-1. И конечно Ливерпулю 3-1. С голами Фабиньо, Салаха и Моне. Иногда Сиди подводили травмы, скажем, Эмирика Лапорта. Где-то Гвардиолу попросту подводил матч менеджмент. 9 поражений, многовато для претендента на золото. Главной угрозой будущему чемпионству Ливерпуля стал коронавирус. Вы помните, как разворачивалась ситуация? Последний матч до локдауна команда провела 7 марта. Обыграла Борнут. Дальше пауза. И нервные опасения болельщиков. А что если сезон не доиграют? Звучали разные варианты. Определить победителя по итогам первого круга. Закончить без триумфатора. Или ждать. Третий вариант оказался правильным. Сезон возобновился. 21 июня пусть и без зрителей. Спустя 4 дня фанаты Ливерпуля ликовали. Их команда досрочно выиграла золото АПЛ. В тот день Сити уступил Челси. И потерял шансы на победу в чемпионате. Футболисты Ливерпуля отмечали так, что в ближайшем туре позволили легкую вольность. Пропустили 4 безответных мяча от Сити. Но в итоге команда Клопа добилась радикального доминирования. 99 очков на 18 больше, чем у главного преследователя. Ливерпуль снова чемпион. Для Юргена это был тоже важный момент. Национальный титул он не брал с 2012 года. Люди время от времени говорят мне. Боже, ты стал чемпионом в 2020 году. И никто не мог отпраздновать. Рассказывал тренер. Но я вижу это иначе. Представьте, если бы этот год был обычным. Но мы бы не стали чемпионом. Тогда он действительно бы был никудышным. В очень сложный для всего мира год мы создали важные моменты для наших болельщиков. Для нас, наших семей и друзей. Поэтому это был особенный год. Есть моменты, которые я никогда не забуду. Те моменты не стереть из памяти еще и потому, что достижение 20-го Ливерпуль так и не перекрыл. Соперники постепенно подстраивались под энергозатратный футбол Клопа. А лидеры клуба постепенно проходили пик карьеры. Связка Салахмана и Фермина превратилась в пару, когда в 2022-м Садио ушел в Баварию. За 4 года после чемпионства Ливерпуль еще раз вышел в финале Лиги Чемпионов. Выиграл Кубок и Суперкубок Англии. А еще дважды Кубок Лиги. Но эти трофеи не так важны, как то ощущение, с которым Клоп поставил болельщиков команды. Они снова в нее верят. К 24-му Юрген очевидно вымотался и устал. И вряд ли кто-то в обиде на него из-за решения уйти. Наоборот, немец полностью заслужил ту вечеринку, которую закатили в Ливерпуле. В связи с его отставкой. Так же, как заслужил уважение фанатов, которые снова почувствовали вкус побед. И вспомнили, что такое гордиться любимой командой. А с вами был канал Истории Футбола. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии и любите футбол. Пока.